всем большой большой привет я рада вас видеть себя на канале сегодня шестое декабря а я все удивляюсь что до сих пор цветет алису кроме того что он цветет еще очень очень ароматный вот сейчас на улице большая влажность и этот аромат прямо разносится вот у нас у дома точно как заходишь калитку пахнет вот таким каким-то пряненьким немножко ароматом крутые вообще цветы не знаю как до морозов они дотерпят но по крайней мере еще радует тем более на улице пасмурно проморскло сыра не уютно можно сказать поэтому сегодня у меня домашний блок занимаясь я сегодня решила напечь пирожков вернее не напечь а пожарить честно признаться пирогов не пекла очень очень давно что-то в этом году как-то ленюсь насчет этого пока мне андрей не напомнил вот решила по-быстрому пока не дрожжевое тесто это обычно тесто из на кефире делается очень быстро она вкусная воздушная а начинка у меня вот картофельное пюре с обжаренным луком кстати рецепт этого теста будет на втором канале если еще кто не знает мне есть 2 кулинарный канал правда это давно ничего не выкладывал но там рецепты рецепты только те которые я делаю то есть он не его специально задавали не широкую публику а так чтобы публиковать свои рецепты так что если кому интересно переходите смотрите параллельно нет еще варю борщик на обед вот борщик мой готов пирожки тоже сейчас зажарю уже борщик сейчас схожу еще добавлю укропчик у нас слава богу даже несмотря на морозы укроп растет сейчас наверное кто-нибудь расскажет мне почему он такой светлый я не люблю борщ такой прямо чтобы много было свеклы никогда не добавляю уксус не люблю кислятину и не люблю томатную пасту чисто натуральные овощи вот поэтому такой светлый свекла там присутствует но не в таком количестве в общем такой какой нам нравится у каждого свои рецепты у каждого свои добавки и вот так из остатков вот такие вот язычки раньше я делала часто просто тесто точно такое же просто вот в виде хворо станут конечно не как хворост но тем не менее не тоже бывают хрустящие посыпать сахарной пудрой и все очень даже вкусно вот эти пирожки отложил сейчас унесу мужчинам на стройку чтобы они перекусили они кстати там сегодня доделать наверно даже поклюют стены чуть позже покажу время уже 12 часов я только вышла на улицу это все изготовила даже на ужин отварила на винегрет овощи то что нужен наверно будет винегрет а я вам вчера у нас такая приключилась история с курочкой в общем чуть она не погибла сейчас немного расскажу почему ну вот в чем дело вчера пошла закрывать курочек окинула взором вроде бы как бы все ну что закрыла и закрыла и пошла потом думаю дай-ка я обычно еще вокруг домика обхожу кругом мало ли какая-то там забился особенно молодняк бывают запаздывают вот вокруг домика никого не было я имею ввиду вокруг курятника думаю пойду-ка я загляну вот за андрюшину вот эту постройку а там у нас стоит домик собачья будка что-то меня туда дернула сходить не знаю никогда туда не ходила в общем заглядывая в этот домик собачью кунуру а там сидит курица ну как сидит вот так вот на храпит хрипит видимо простыла потрогала я у нее зобик потрогала я у него эту кость которая вот там снизу но судя по всему на сутки просидела там точно если бы я не заглянула вот в эту ночь в этот домик думаю до утра бы она не дожила она бы замерзла она за это время предположительно на сутки уже там просидела просидела может больше не знаю но больше навряд ли она бы замерзла одна курочка тем более шел дождь видите вся сыра до сих пор она в общем сидела в этом домике я ее принесла домой напоила самогоночкой как всегда когда курочки проставают я всегда это уже действенный способ проверенный у меня то есть вот это от их простуды от насморка уже вылечила много раз но все вчера на вечером как принесла она тут сильно хрипела вот но проспала всю ночь эту вечером поздно вставала и утром на спала сегодня смотрю уже покушала она сама водичку попила то есть более-менее нормально сейчас она еще тоже иногда так засыпает напоила я их в общем для здоровья вообще не понимаю обычно я в ту сторону не хожу каким чудом меня туда понесло но вот если бы я вчера не сходила она бы точно бы замерзла потому что она уже простывшая была сырая то сейчас она подсохла чё 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 девочка это молоденькая курочка вот последние цыплята которые были потрогала она худая видимо не кушала но двое-трое суток точно она в домике сколько просидела предположительно сутки но больше двое суток она бы там не смогла она бы точно уже лапки отбросила так что вот бывает и огорчение в жизни в этом хозяйстве переживаю за каждую курочку поэтому я вчера вообще расстроилась так сильно ну вроде сегодня она уже себя лучше чувствует и покушала и попила и поспала и походила по этой коробочке так что все нормально пока она у меня на веранде сейчас днем стоит на веранде тепло а на ночь я заносила на кухню на кухне она у меня спала ну вот еще денечек она побудет а завтра я уже скорее всего унесу к своим в общем сейчас наглядно хочу показать грязище у них тут вообще как поросят уже ходят что сделаешь ничего не сделаешь в общем он закрываю курятник обхожу вот так вот кругом никого вроде нет закрывая и все иду домой а тут меня дернуло туда сходить не знаю зачем никогда не ходила не проверяла ту сторону смотрел туда за постройку никого нет думай дай-ка я загляну сюда просто ради любопытства смотрела она там сидит в этом домике опять я проследил одну девчонку вот замерзла бы так вот крик грязнущие такие там вообще болото так я пошла дома где-то надо мне купить хлебушка но там еще крупы чтобы массе и больше кашку варить вот выхожу из нашего переулка направо наш верхний рынок мы с вами понедельником не работают поэтому закрыты ворота так вот налево это у нас библиотека прохожу прямо в левом углу это поликлиника стационар вот наш центр так сейчас быстренько продвигусь по ценам если кому интересно поскольку у нас сейчас стоит да так так и это и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...